Casual, то есть повседневный стиль, креатив и этно-стиль, подразумевающие национальные черты в современной одежде. Коллекции молодых дизайнеров должны были соответствовать именно этим трем номинациям. 32 конкурсные коллекции на суд сочинского жюри представили учащиеся и выпускники учебных заведений России, четверо из них – сочинцы. Для нас очень важно, что ребята приезжают сюда, они верят в то, что здесь честная история, и они приезжают показывать свои работы, чтобы получить, услышать реальную оценку своей деятельности. Члены жюри признались – главный критерий в оценке коллекции – индивидуальность. А проявить ее несложно. В отличие от времен 20-летней давности, сегодня у дизайнера нет жесткой схемы и четких трендов, которые необходимо соблюдать. Нынешние стандарты позволяют вкладывать в созданную вещь что-то большее, чем просто механические действия, подчеркивают судьи. Осторожными нужно быть лишь в номинации «Этностиль», отмечает создатель собственного обувного бренда Тигран Альберти, использующий в своей работе древние орнаменты армянских ковров. Ими он украшает подошву. Форма важнее всего в дизайне, поэтому это хорошо, когда этно, но оно должно быть обязательно современно проявляться. По хвалу от членов жюри, среди которых дизайнеры, шопперы и визажисты, удостоились многие конкурсанты. Из года в год растет и количество участников, и уровень работ. Комплимент от профессионалов заслужила и студентка Кубанского госуниверситета. Модели из детской коллекции «Фанни Кэт» с Татьяной Гиюк назвали настоящими дизайнерскими вещами. Эта коллекция больше графическая и за счет конструктивных линий она выделяется среди других. Блеск на подиум сучинского конкурса привнесла дизайнер из Абхазии Сюзанна Кварчия. Девушка признается, создать такие элегантные платья ей помогло впечатление, а именно впечатляющая сухумская достопримечательность, величественная вилла Алоизия и сам материал. Зайдя чисто случайно в этот магазин, увидев эти ткани, я вдохновилась, я забыла об отдыхе. И в ту же ночь сидела, две-три ночи порисовала и придумала эту коллекцию. Сюзанна уже была участницей конкурса «Стиль Сочи». Несколько лет назад она победила в номинации «Этностиль». На этот раз лучшей в номинации «Этностиль» признана Мария Сафронова из города Королёв и ее коллекция «Мистическая Фрида». Первое место в номинации «Кэжуэл» досталось москвичке Евгении Стришко, представившей коллекцию «Городские сумерки». Гран-при конкурса «Денежную премию» жюри единогласно присвоило Роману Романовскому из Новосибирска. Роману также предоставлена возможность попасть в число номинантов на соискание самой престижной награды в мире российской моды – национальной премии «Золотое веретено» в номинации «Дебют».